Каждая церковь имеет свою историю. Время рождения, как она развивалась и росла, ее различные переживания и испытания. В ее истории вы прочтете как о победах, так и о поражениях. Да, она очень сходна с историей ее отдельных членов. Каждый возрожденный человек имеет свою историю, когда он обратился, как был он спасен, где и как произошло с ним это событие. Все это входит в историю каждого чада Божьего. И вот хочется задать каждому слушателю этот вопрос. Произошло ли подобное с тобой? Знаешь ли ты, мой друг, о чем здесь идет речь, когда мы говорим о спасении и обращении? Если нет, то это потому, что ты еще не стал чадом Божьим. Тебе нужно пережить это второе рождение, рождение свыше, и тогда ты поймешь, о чем мы говорим. Дело в том, что фактически ты начинаешь жить только с того момента, когда с тобой произойдет эта радикальная перемена, когда верой в Иисуса Христа ты в полном смысле этого слова сделаешься новым творением. И тут я хочу добавить, что, вне всякого сомнения, ты в таком случае будешь знать, что ты чадо Божье. Возьмите хотя бы первый пример обращения, записанного на страницах Евангелия. Каким чудным моментом стал для Андрея тот день, в который он впервые услышал из уст Иоанна Крестителя об Ангце Божьем. Но еще чуднее этого дня был тот момент, когда Андрей имел личную встречу с Иисусом Христом. Эта встреча произвела на Андрея такое потрясающее впечатление, до того она повлияла на него, что он даже припомнил час, в который это с ним произошло. Сказано, было около десятого часа. Это, дорогие мои, и было значительнейшим часом для Андрея, так как с этого момента началась его новая жизнь. Библия изобилует такими примерами. И хотя история каждого чада Божия пишется по-разному в ее деталях, все же в каждую входят определенные одинаковые признаки и переживания. В 17 главе книги Деяния Апостолов сказано о том, как Павел, Сила и Тимофей прибыли в город Фессалонику. Пробыли они там всего три недели, и вдруг в одну ночь они покидают Фессалонику и двигаются дальше. Но, дорогие мои, за эти три недели в городе Фессалониках родилась церковь. В течение этого короткого времени они, эти верные свидетели Христовы, положили основание одной из замечательнейших церквей апостольских времен. Большая часть обращенных в этом европейском городе были язычники, и из них обратилось, как сказано, великое множество. Невольно восстает вопрос, что способствовало рождению и последовательному росту такой замечательной церкви? То, дорогие мои, что должно содействовать основанию любой церкви – Слово Божие, Дух Святой и служение верных свидетелей Христовых. В Фессалониках церковь была основана на Слове Божьем. Павел по своему обыкновению начал свое служение в синагоге, и сказано, что говорил он собравшимся в ней из Писаний. И что же он проповедовал им из Писания? Он говорил им о Христе. Вот на этом фундаменте и была построена Фессалоникская церковь. Чтобы начать новозаветную церковь, то другого основания, кроме положенного самим Иисусом Христом, нет. Другие два фактора, входящие в создание поместной церкви – это Дух Святой и Человек. Бог избрал людей, исполненных Духа Святого, для этого великого и важного дела. Вспоминая свое пребывание в Фессалониках, апостол Павел пишет, уверовавшим там, «Наше благовествование у вас было не в Слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Таково было рождение церкви в Фессалониках. Допустим, теперь, что Павел посетил бы нашу церковь. Видя ее программу, он, наверное, задал бы нам некоторые вопросы. Как, например, «Для чего у вас это? Почему вы это делаете? А что это значит?» Или он мог бы спросить, «Есть ли у вас основания в Библии для того или иного дела, которое у вас происходит?» Как бы мы ему ответили? «Основана ли наша церковь, наша община на Слове Божьем? Руководится ли она сегодня тем же Словом?» В Фессалониках была церковь, которая имела свое основание в Слове Божьем, и из последующей ее истории мы видим, что она им же и руководилась. Подумайте, основать церковь в течение каких-то трех недель и потом ее оставить? Вы, может быть, спросите, как могла такая церковь продолжить свое существование? Дело в том, что Созидателем ее являлись не люди, но Сам Господь. Да, Он употребляет Своих слуг, но Созидает ее Он Сам. «Я создам Церковь мою», — сказал Иисус Христос. «Существование церкви не зависит от одного какого-либо человека, а от самого Бога. Поэтому Павел, Сила и Тимофей, исполнив возложенную на них задачу, пошли дальше». Это, однако, не значит, что апостол Павел оставил церковь как бы на произвол судьбы. Нет. Но как Божий домостроитель Он был верен Своему служению, и хотя Он не мог вновь посетить церковь в Фессалониках, Он им написал два чудных послания. И вот сегодня с Божьей помощью я хотел бы начать разбор первого послания фессалоникийцам, первым стихом. Гласит он так, «Павел и Силюан, это греческий вариант имени Силы, и Тимофей, церкви фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Заметьте, что каждая церковь и ее члены, кроме истории, имеют еще что-то общее. Оба они имеют два адреса. Церковь фессалоникская в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Вы заметили? Их земным или физическим адресом была фессалоника, церковь фессалоникийская, а их духовный адрес в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Верующим в колоссах Павел пишет, «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Какое чудное место жительства, и оно принадлежит каждому чаду Божию, без исключения. Слушайте, что говорит об этом апостол Иоанн. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Поэтому, мой друг, если ты чадо Божие, то твой духовный адрес в Боге. Слава и благодарение Ему. Но помимо того, что в Боге Отце и Господе Иисусе Христе я обеспечен вечным спасением, имеет ли оно еще какое-нибудь другое значение для меня? О, возлюбленные, те, которые во Христе, это самые привилегированные люди. Вы знаете, что это значит? То, что если ты чадо Божие, и ты сокрыт в Боге, то никто и ничто без Божьей воли не может тебе повредить. Послушайте, как выразил эту мысль псалмопевец. Правда, иными словами, но ту же истину. Живущий под сенью Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Если да, то послушай, что гарантируется человеку, имеющему этот адрес, то есть живущему под кровом Всевышнего, или, как Павел пишет, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Бог избавит его от сети ловца, от губительной язвы. Перьями Своими Он осенит его, и под крыльями его будет безопасен. Не убоится ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Не приключится ему зло, и язва не приблизится к жилищу его. Прочтите весь этот псалом. Какие в нем чудные обетования каждому, имеющему этот двойной адрес. Пусть твой земной адрес будет Нью-Йорк, Пекин или Москва. Главное, имеешь ли ты второй адрес? Сокрыта ли твоя жизнь в Боге? Является ли Бог твоим убежищем? Находишься ли ты в нем? Если это так, тогда, мой друг, ничто не может произойти с тобой без воли его. Это избавит тебя от всевозможных страхов. От страха аварии, болезни, неопределенности завтрашнего дня, критики людей и так далее. Люди часто говорят, а я туда не пойду. А что, если что-нибудь со мной случится? Какая-нибудь катастрофа? А что, если меня убьет машина? Я боюсь умереть. Дорогие мои, такой разговор должен быть чужд верующему человеку. Ты не умрешь, пока не будет назначен Богом твой час. И это может произойти с тобой в любом месте, у тебя дома, на работе или во время сна. Видите, дорогие мои, уверенность в том, что мы, сокрытые со Христом в Боге, избавляет нас от страха. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. Возлюбленные, мы в Боге, говорит апостол Павел. И он говорит о церкви, что вся церковь в Фессалониках была в Боге Отце. Мой дорогой брат и дорогая сестра, когда ты сокрыта Богом, то дьявол не может тебя тронуть. Вот что так его злит. Это именно и привело сатану в ярость, что он ничего не мог сделать с Иевом. Вот почему он воспротестовал Богу. Ты его кругом оградил. Я не могу даже подойти к нему. Дай мне только коснуться его. Видите, дорогие мои, это и дает чаду Божию цель и чувство достоинства. Верующий не является какой-либо случайностью здесь на земле. Нет, его жизнь планирована. Она во всех ее деталях под контролем Всевышнего, благодарение ему. Поэтому верующий может проходить свое земное поприще без страха и волнения. Если так, то почему мы тогда под таким напряжением? Как детям Божьим нам не следует быть в таком состоянии, ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если мы верим, что Бог всемогущ, тогда наше поведение должно доказать это. Господь знает, что лучше для каждого из нас в любых обстоятельствах жизни. Веря, что оно действительно так, мы избавимся от всех страхов и сможем смело смотреть каждому испытанию прямо в лицо, зная, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Что дальше сказано в этом первом стихе о послании фессалоникийцам? Кто может исчерпнуть значение этих чудных слов, а тем паче в течение нескольких минут? Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Заметьте, как каждое свое послание Павел начинает и кончает словом благодать. Дорогие друзья, с каждым днем я более и более убеждаюсь, что все в христианской жизни основано на благодати Божией. От начала нашей новой жизни во Христе и вплоть до вечности все дается и будет дано нам по благодати. Ничего мы не заслужили, кроме вечной погибели. И тут началась благодать Божия, что вместо того, чтобы дать нам заслуженное, Бог даровал нам полное прощение и вечную жизнь во Христе Иисусе. И теперь все, что мы имеем, дается нам по благодати Божией. Но есть и такие люди, которые думают, что, мол, спасение дано по благодати, но чтобы остаться спасенным, зависит от их добрых дел. Не мудрено, что такие все время должны, как они говорят, вновь спасаться. Но еще хуже то, что они вообще потеряли свое спасение. И почему? А потому, что они надеялись на свои добрые дела. А оказывается, что у них этих-то добрых дел оказалось слишком мало для спасения. Возлюбленные, если бы наше спасение зависело от постоянной верности после нашего обращения с нашей стороны, тогда нет никому из нас надежды. В таком случае все мы погибшие грешники. Та же благодать, которая нас спасла, она нас и доведет до конца благодарения ему вовек. Слушайте, как выразил эту истину апостол Павел. Но благодатью Божию есим то, что есим. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Что может быть яснее? О, как мы должны благодарить Бога за неизмеримую благодать Его! Мой дорогой радиослушатель, принял ли ты благодать Божию? Единственную, могущую тебя спасти и сохранить до того дня, когда Господь примет тебя в свою обитель. Если нет, то ты можешь принять Его сегодня, в этот момент, не отходя от своего радиоприемника. И тогда, мой друг, ты будешь жить в этой дивной благодати Божьей. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу так и будем петь, как в самый первый день. И заметьте, что только благодать, исходящая от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, может дать мир нашей душе. Примирен ли ты с Богом? Если нет, то знай, что только тогда, когда ты примешь Христову благодать, будет установлен этот мир между тобою и Богом. Склонись сейчас на том месте, где ты слушаешь эту передачу, и дай в твоем сердце место Иисусу Христу. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас. Аминь.